Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо за то, что принимаете нас у себя в кабинете, за то, что согласились на это интервью, которое мы решили посвятить предвыборной кампании, перед выборами в местные органы власти. С удовольствием. Вот ваше общее впечатление, как бы вы ее характеризовали? Компания, в принципе, по мне так. Она уже довольно привычная. У меня 15-я компания, поэтому уже тяжело как-то оценивать с точки зрения, чем она сильно отличается. Единственное, что хочу сказать, конечно, у людей больше апатии, у людей значительно меньше интереса к самим выборам. Я думаю, что это, конечно, связано с событиями последних лет. С большим разочарованием у людей в том, что происходит в политике в целом. Все те беззакония, которые происходили, которые сказались на повышении тарифов, на усложнение жизни людей. То есть в этом плане, конечно, немножко тяжелее общаться с людьми, потому что больше апатии, больше неверия в целом к выборам и к тому, что ситуация может измениться. Но единственное, что, конечно, нам, социалистам, значительно проще. Вот у нас есть позиция. Мы никогда, в принципе, не теряли контакта с людьми. Мы постоянно находились, так скажем, рядом с людьми, информировали о событиях. А что касается Кишинева, вот я занимаюсь непосредственно компанией в Кишиневе, хочу сказать, что нам есть о чем рассказать. То, что команда Чебанао реализовала очень много проектов. И социальных проектов. То, что касается повышения зарплат воспитателям в детских садах, помощь каждому педагогу и в городе, и в пригородах. Очень много было программ реализовано, то, что касается общественного транспорта, то, что касается благоустройства дворов, детские, спортивные площадки, ремонт и крыш. То есть в данном случае нам легче разговаривать с людьми. Ну, как и в любой компании, надо дойти до избирателей, надо убедить их. Это да. Но, тем не менее, я нашла одно существенное отличие. Какое? Это первая компания, которую социалисты проходят в статусе партии власти. А считается, что это легче. Вот так, не так? Ну, не знаю. Мы как бы в этом плане еще, во всяком случае, в наших головах ничего сильно не перестроилось. Легче не стало, проблем меньше не стало. Немножко усложнилась только ситуация, стало больше ответственности. Стали, что называется, еще больше работать в этом плане. Немножко, конечно, усложнилось. Вот можно ли говорить о том, что избиратель, когда будет голосовать, он даст оценку о работе партии социалистов? Либо, вот знаете, когда про местные выборы говорят, то говорят, что все-таки голосуют за людей, а не за партию. Вот как вы чувствуете в этой компании? Ну, все-таки оценку нам, как партии, партии, которые сегодня во власти, будут давать люди на парламентских выборах. Те шаги первые, которые мы сделали, мы их сделали абсолютно, на мой взгляд, правильно, в единственном возможном сценарии. То есть мы создали большинство, которое позволило избавиться от олигархического режима. Мы дали обществу больше в этом плане надежды на лучшее будущее. Появилось больше свободы, больше демократии. Мы освободили целый ряд институтов из-под контроля олигархической махины. Мы создали следственные комиссии. Вот сегодня эта комиссия следственная по миллиардам. И делаем важные шаги к тому, чтобы вернуть то, что было украдено у людей. Мы вот работали все лето комиссией по приватизациям, консессиям. Возвращаем аэропорт и многие те предприятия, которые были украдены. То есть по линии парламента мы стараемся заниматься очень самыми актуальными вопросами. И есть пока первые скромные результаты. То, что касается выборов, но они же местные все-таки. Речь идет сейчас больше о местной специфике. Да, здесь речь идет о командах, которые есть в территориях. Здесь речь идет о их предложениях. А больше людей захотело от вас баллотироваться, когда вы стали партией власти? Да, в принципе, конечно, больше. У нас сегодня практически 95% примарий. Есть и кандидаты в примары, есть почти во всех примариях, практически во всех примариях у нас есть списки советников. Конечно, в этом плане у партии социалистов очень усилились позиции в территории. И, в принципе, конечно, нам в этом плане немножечко легче стало работать. Один из кандидатов на пост генерального примара столицы обвинил партию социалистов в очередной раз в незаконном финансировании. Там у него есть претензии к президенту и к партии в целом. Как отнеслись в партии к этому поступку? Что говорят у вас? Ну, мы так понимаем, что речь идет о Андрее Анастасии. Ну, наверняка, этот человек, будучи весьма эмоциональным, немножко увлекся предвыборной риторикой. Вот немножко вот эта предвыборная лихорадка вывела его немножко за рамки тех политических, прежде всего, договоренностей, которые между нами существуют. Мы целенаправленно с коллегами из блока ОКОМ подписали соглашение, постоянное соглашение о сотрудничестве в канун местных выборов. В нем мы прописали принципы, по которым мы идем на выборы. Первое, это принципы здоровой конкуренции, лояльной конкуренции. То есть мы не атакуем друг друга, мы не допускаем агрессивной, радикальной риторики. И мы берем на себя ответственность за большинство населенных пунктов республики. То есть, если говорить о районах, городах, чтобы мы будем создавать большинство по примеру того, что есть в парламенте. Потому что нужна вертикаль власти, потому что иначе не решишь проблемы населенных пунктов, дорог, инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения. Нужна вертикаль власти. Вот мы так договорились. Ну, Андрей Анастасий немножко в этом плане носит, заносит, и он выходит за рамки этих договоренностей. Мы это относим к предвыборному периоду и предполагаем, что сразу после 20-го числа мы вот эту всю температуру, лихорадку успокоим и вернемся к нормальному ритму работы. Но ему мы просто напоминаем, что мы договорились о том, что и в Кишиневе тоже мы создадим большинство в муниципальном совете. Что те проблемы, которые есть в Кишиневе, от очистных сооружений, потому что мы должны в срочном порядке решать проблему этой экологической катастрофы, до переработки мусора, потому что сегодня у нас нет авторизированной свалки в Кишиневе. Возвращаясь к самым банальным проблемам, которые есть в Кишиневе, здесь нужно объединить усилия совместно. И совместно, независимо от того результата, который будет 20-го числа, в это воскресенье, мы должны объединить усилия для того, чтобы решать эти проблемы. И господин Анастасий должен понять, что независимо победит Иоанн Чабан, победит он. Любой из этих людей, который станет генеральным примаром, ему нужна будет поддержка всех нас для того, чтобы решать те проблемы, которые существуют в муниципе. Мы не должны прийти к ситуации Киртуака-2, когда генеральный примар занимается только шапкозакидательством, обсуждает, что там решили Путин с Трампом, что заявил президент, премьер или спикер. И мы должны прийти к тому, что генеральный примар – это то лицо, которое возьмет на себя этот груз и сумеет объединить все усилия для того, чтобы решить проблемы. И поэтому в плане риторики мы очень надеемся, что господин Анастасий пересмотрит саму манеру, потому что надо привлекать людей, а не отталкивать людей, тем более, что мы являемся сегодня партнерами. Ну вот смотрите, оппозиция не скрывает, как она надеется, что между вами отношения сильно испортятся. Я не знаю, как их можно сейчас охарактеризовать на самом деле. Но тем не менее, все-таки мы все свидетели каких-то деклараций со стороны и социалистов, и АКУМа. Вы тоже отвечали в соцсетях. Я думаю, что это декларации в рамках разумного. Мы живой организм, мы имеем иногда разные подходы, взгляды. И это, в принципе, нормальное явление, что кто-то высказывается по тем или иным вопросам. Но это не должно повлиять на общую конструкцию. И это не должно повлиять на базовые договоренности, на принципиальные вещи, которые состоят в том, что у нас есть соглашение, которое мы должны реализовать. От реформы юстиции до улучшений социально-экономической жизни. Если мы это не реализуем, то общее разочарование людей будет настолько сильно, что люди не будут разбираться, кто это виноват, и правые, и левые, и так далее. И досрочные выборы сегодня, это, безусловно, большая угроза той шаткой стабильности, которая существует сегодня в социальной и экономической политике. И они лишь ухудшат ситуацию. И я хочу сказать, что в руководстве блока ОКОМ и в руководстве социалистов есть понимание этого вопроса. Да, есть декларации, есть определенные ситуации, кризисы, которые мы просто должны проявлять элементарно какую-то выдержку и минимальную мудрость для того, чтобы это преодолевать. Потому что если что-то пойдет не так, то плохо будет всем. И плохо будет и тем, кто делает такие красивые декларации, только потому что является кандидатом на выборах. И надо понять одну вещь, что сегодня люди уже прошли, точнее, к сожалению, политики провели людей через такие медные трубы, что люди уже стали лучше разбираться. И лучше анализировать. И сегодня какие-то декларации, за которыми ничего не следует, они не дают уже эффект роста, и они не дают электоральный результат. Люди хотят видеть конкретные вещи. Да, но тогда на этом фоне во всем нужно искать что-то хорошее. Мне кажется, что можно хорошее найти в том, что у вас есть теперь четкий ответ тем, кто обвинял в договорнике так называемом. Если помните, перед выборами. В Кишиневе вы видите? Да, я говорю по Кишиневу. Никакого договорника не было. Видите, это опять же, это некие мифы рождают представители оппозиции, вчерашней власти, которые выдают желаемое за действительное. Что все там социалисты с сокомом, как кошка с собакой. Да, так и говорили. Что все, после местных выборов все это рассыпется, демократы вернутся во власть, будет другая коалиция, плохотнюк вернется, и все будет, как и прежде. Ну, вот таким образом они пытаются прежде всего свои ряды сегодня удержать, потому что понятно, что от них бегут сегодня люди, те, которые находились рядом с ними, будучи под прессом. Вот, и сегодня люди к нам приходят и говорят, да, вот, наконец-то мы можем уйти, потому что мы не могли уйти под угрозой семьи, работы и так далее. Сегодня люди от них идут, и они вот пытаются такими слухами немножечко вот свои шатающиеся ряды каким-то образом вдохновить. Ну, вдохновения в данном случае мало у них, и поэтому они его создаются. Что касается Кишинева, мы и здесь... Да, вот насколько для партии важны выборы генерального примара, и как вы... я понимаю, что прогнозы — это самое неблагодарное дело, но мы как-то должны шансы своего... Давайте так, вот очень конкретно. Мы договорились принципиально, что мы сохраняем коалицию в парламенте, раз. Второе. У нас есть соглашение, что мы делаем в парламенте, в правительстве, в республике. Третье. В этом соглашении сказано о местных выборах, что мы не атакуем друг друга, и мы просто идем, и каждая партия, участник коалиции выстраивает просто свою платформу. И мы договорились, что после местных выборов мы объединим усилия для того, чтобы решать те проблемы, которые есть в территориях. Это базовые вещи, которые нам позволяют двигаться вперед. Такая же договоренность у нас по Кишиневу. Мы должны здесь объединить усилия, потому что никто самостоятельно не справится сегодня. Кишиневу нужна поддержка и парламента, и правительства. Да, мы считаем, что наш кандидат сегодня более подготовленный. Да, Чибан ушел из парламента в свое время в примарию, и это человек, который системно, четко боролся, работал за улучшение ситуации. Но мы не говорим сегодня, что он лучше Настаси, и мы не критикуем Настаси. Мы на наших встречах не говорим вообще, не произносим фамилию Настаси. Мы просто говорим о том, что Чибан сегодня самый подготовленный кандидат, что у него конкретная платформа, у него, безусловно, самая сильная профессиональная команда, и он с первого дня начнет работать. И у него есть видение по каждой проблеме, которая существует. От общественного транспорта до генерального плана очистных сооружений, мусоропереработки, кольцевой автодороги, потому что Кишинев сегодня задыхается от транзитных автомобилей и так далее. Мы говорим о том, что... Не только от автомобилей задыхаются, да? Да, конечно. Но генеральный план, он предусматривает, дает ответ и на незаконные стройки, и на многие другие вещи. Мы хотим прийти с системными решениями, потому что мы должны понимать одну вещь. Мы не должны заниматься пожаротушением постоянным. Должны системно работать муниципальные службы, должен системно внедряться генеральный план развития, и все вещи должны проходить в планировании, в том числе надо планировать и бюджет. Это то, что мы хотим обновить весь муниципальный автобусный и троллейбусный парк. Здесь очень важно бюджетное финансирование, планирование, кредитное планирование, и чтобы это все работало как часы. Вот об этих вещах мы говорим с людьми. Но при этом, когда нас спрашивают, или даже если нас не спрашивают, мы говорим, да, у нас есть, и мы это практически на каждой встрече упоминаем, у нас есть соглашение с блоком МАКОМ, что независимо, кто победит в Кишиневе, мы объединяем усилия. Потому что муниципальный совет — это местный парламент, который определяет бюджет, который определяет методологию, который дает правила игры. Примар — это исполнительная власть. Мы видели, что такое, когда примар занимается примитивной, тупой войной с консилиумом. И мы вместо того, чтобы решать проблемы города, только следили все за Санта-Барбарой. Вот мы должны от этого избежать. Поэтому мы на берегу договорились, что мы объединяем усилия. Договорняка быть не может. Мы искренне работаем на нашего кандидата. Мы считаем, что наш кандидат самый достойный. Но при этом мы не трогаем господина Анастасия. И мы не комментируем его действия, заявления. И мы не комментируем его платформу. Давайте победить. Мы для чего объединили усилия? Чтобы вернуть этому обществу свободу. Потому что все жили под колпаком, под каблуком. Битва идет не только за Кишинев сегодня. Сегодня идет очень серьезная битва за Бельцы. Но здесь есть все-таки разница. Здесь уже ваш кандидат конкурирует не с представителем правящей коалиции. Там другая все-таки несколько ситуация. Что для вас сложнее, как вы полагаете? Ситуация в Кишиневе или в Бельце? Нет ничего сложного как такового. У нас есть своя линия в Кишиневе, своя линия в Бельцах. И мы и тут, и там говорим, что для решения проблем, которых и в Бельцах очень много. То есть у них состояние инфраструктуры еще хуже, чем в Кишиневе. Да. Проблем еще больше. Потому что бюджет меньше. И мы очень просто относимся к вопросу. У нас есть система, о которой я говорил чуть выше, что эти города, они заслуживают развития. Для этого должна быть четкая вертикаль власти. То есть мы должны понимать, что не могут Бельцы либо Кишинев сосуществовать отдельно от центральной власти. Потому что те проблемы, которые существуют в Кишиневе и Бельцах, они требуют колоссальных усилий и колоссальных средств. И без помощи центральных властей, без сотрудничества ничего не решится в Бельцах и ничего не решится в Кишиневе. В Кишиневе еще хотя бы бюджет из 5 миллиардов. В Бельцах бюджет явно недостаточный. И здесь мы просто людям говорим очень четко. Мы социалисты для них понятны. Мы всегда рядом. Если Бельцы предпочтут очередное политическое шоу невысокого, я бы даже сказал, низкопробного качества, если люди в очередной раз хотят получить руководство, которое через пару дней свалит, потому что либо скучно, грустно и не хватает драйва, либо потому что у нового руководителя война со всеми просто. Война с президентом, война с парламентом, война с премьер-министром, война с российской прокуратурой и так далее. Если люди хотят это шоу, ну что ж, люди выбирают либо 4 года устойчивого развития, где наш кандидат обеспечит это развитие при нашей поддержке, где будут программы инфраструктурные при помощи Кишинева и при помощи внешних партнеров, где будет понятная ответственная власть, которая будет рядом с ними, либо они рискуют потерять еще 4 года. И 4 года их будут кормить байками, 4 года Бельцы будут опять разводить какими-то выдуманными историями, сюжетами, которые никакого отношения не имеют к местной администрации Бельц. Что в случае при Марии Кишинева, что в случае при Марии Бельц? Люди должны понять, местная власть — это не политический трамплен, это не место, где можно комфортно пересидеть и дождаться парламентских либо президентских выборов. Местная власть — это место, где работают, где работают с 7 утра, проверяют муниципальные службы, где занимаются планированием, где решают проблемы, где привлекают специалистов, где работают с бюджетом, где работают с нормативными материалами, документами и так далее. Но, к сожалению, мы видим, что сегодня северная столица наша рискует в очередной раз стать заложником дешевых политических игрищ. И мы можем потерять просто для северной столицы еще 4 года возможности начать решать те проблемы, которые существуют. Но сколько можно кормить людей политическими интригами? Что у вас нет дорог, у вас нет вывоза мусора, у вас нет качественных услуг, у вас нет качественного транспорта, потому что плохой президент, спикер, премьер-министр Майя Санду за границей и так далее — все против меня. Вот эта вот виктимизация примитивная, она привела к тому, что в Кишиневе мы потеряли 10 лет и Кишинева воровали. На Бельцах мы можем опять же потерять просто дорогое время. Люди уезжают, и люди уезжают не только потому, что где-то платят больше. Люди уезжают из Кишинева, из Бельц, потому что у нас нет нормальных дорог, нормального транспорта, потому что у нас нет нормальной социальной инфраструктуры, у нас нет доступных садиков, надо заносить взятку обязательно, у нас не очень хорошие условия в школах. Поэтому уезжают люди. У нас сегодня у социалистов есть четкое видение, как это все решать. Абсолютно четкое. Вот мы сегодня готовы решать проблемы людей. И я абсолютно уверен, что мы и в Кишиневе, и в Бельцах с людьми всегда найдем общий язык и решение проблем. Но решение принадлежит людям. Людям предстоит очень простой, по сути, выбор. Либо развитие с социалистами, либо очередные какие-то политические сценарии. И очередные эксперименты. А эксперименты в Кишиневе, допустим, они очень опасны. Получить генерального примара, который не знает, где находится управление архитектурой, урбанизмой, либо не знает, где находится кадастр, либо где находятся муниципальные предприятия, Эксдрупа, Спациверс, и которые понятия не имеют, что на этих предприятиях. Ваши конкуренты что еще говорят? Они говорят, что российские СМИ вас открыто поддерживают, а вот их критикуют. Вы как-то можете это прокомментировать? Так ли это? У нас нет таких конкурентов, я, по крайней мере, о них не знаю. То, о чем вы говорите, это не конкурент. Это просто человек непонятной политической ориентации, с очень непонятной позицией, с абсолютно гипертрофированными амбициями и самолюбиями, которые явно не вписываются в его уровень подготовки. И это просто какие-то, опять же, истории, о которых я и говорю. Вот он будет кормить этими историями Бельса и Молдову еще 4 года. Эти истории его и его самолюбие, оно не играет вообще никакой роли в этом всем. Если конкретно, ну, а кто не знает о том, что есть уголовные дела в России относительно Усатого? Кто этого не знает? Хищение на железной дороге, схемы, отмыв денег, об этом знают все. Да, наверняка существуют и в России определенные проблемы, как и у нас с юстицией в этом отношении. Наверняка каким-то образом там тоже перетягивают в этом плане канат. Но, слушайте, люди хотят просто иметь более-менее сносные условия существования, иметь чем кормить своих детей, иметь возможность оплатить общественный транспорт. А здесь человек, который привык тратить на себя любимого миллионы, которые добыты сомнительным путем. И человек, который ради своего, извините, мягкого места, чтобы оно было в тепле и комфорте, может уехать и подставить людей, и начать новую интригу и так далее. Это явно не то, что нужно сегодня людям. Российские органы, юстиции, я думаю, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Фальсификация результатов выборов говорят об этом всегда. Этот раз, конечно, тоже не исключение. Вот как бы вы оценили эти риски? Тем более, если учесть, что у нас состав ЦИКа все-таки изменился. И насколько высока вероятность того, что будут какие-то нарушения в этой связи? Ну вот один из приоритетов, либо аргументов, которые сблизили наши позиции и создали предпосылки для парламентского большинства социалистов, с ОКОМ, это было, безусловно, и освобождение ЦИК от людей Плохотнюка, которые откровенно соучаствовали в беспределе в день выборов. И мы договорились с блоком ОКОМ, что нас интересуют абсолютно свободные выборы. Нас интересует, чтобы в конечном итоге мы получили в итоговом протоколе то, как проголосовал избиратель. Нам, социалистам, это выгодно. У нас достойный рейтинг доверия, поддержки со стороны людей. И мы хотим получить на выходе объективный результат. Мы никогда не занимались какими-то схемами электорального порядка. Это не наши методы, это не наши принципы. Я думаю, что и блок ОКОМ в данном случае, так как они лидеры правого фланга, у них тот же интерес получить адекватный протокол на выходе со дня голосования. То есть мы договорились о том, что мы не вмешиваемся в избирательные структуры, мы не пытаемся никаким образом влиять. Мы наоборот, мы создаем возможность для свободного проведения дня выборов. Я очень рассчитываю на то, что в этот раз мы не будем иметь дел с какими-то технологиями. Надо принимать во внимание, конечно, что это местные выборы. И на местных выборах иногда возникают местные ситуации, где кто-то кого-то ставит на прописку, где есть электоральные туристы, где есть какие-то попытки локального характера подкупа и так далее. То есть на эти вещи мы будем реагировать. Но принципиальная политическая позиция социалистов ОКОМа, что выборы в Молдове должны проходить свободно. И Центральная избирательная комиссия имеет миссию организации выборов именно в свободном ключе, без того, чтобы кто-то каким-то образом использовал личные данные, серверы Центральной избирательной комиссии, чтобы кто-то использовал электоральных сотрудников на участках каких-то политических интересов. Наш интерес, чтобы выборы в Молдове проходили спокойно, свободно, и чтобы вообще к процессу выборов у людей возникло доверие. С чем связан запрос о досрочных выборах в Конституционный суд? Я знаю, что представители партии социалистов тоже. Нет, это... Да, и вы понимаете, что общество, конечно, взбудоражило эту тему, потому что спрашивают, ну зачем, если это такая крепкая коалиция, люди говорят, да? Зачем же они так вот прямо сейчас хотят узнать, по какой системе следующий выбор? Здесь неправильно было бы из общего контекста выделять только этот вопрос, то, что мы в целом сегодня занимаемся оценкой действий Конституционного суда вот в роли Конституционного суда, вот в событии июньские, когда Конституционный суд принял решение, ряд решений очень сомнительного характера. Ну, Венецианская комиссия об этом сказала. И Венецианская комиссия об этом сказала лучше всех, причем очень четко. И, безусловно, Венецианская комиссия, как и мы, как и парламентское большинство, подчеркнули предвзятый характер решений Конституционного суда. Как минимум последнего периода, последних нескольких месяцев. И поэтому это решение также депутаты приняли решение попросить Конституционный суд уже свободный ревизировать, пересмотреть. Потому что то, что тогда сделали демократы, они это сделали в момент, когда они знали уже, что они проведут решение Конституционного суда о распуске парламента. То есть, вот это было то решение, которое нужно было демократической партии в своей конъюнктуре политической, в своих корыстных интересах. И поэтому, в том числе и решение о том, что досрочные выборы пройдут по смешанной системе, мы просим пересмотреть. Раз, но даже это два. Самое главное, мы просим Конституционный суд подтвердить эксклюзивные полномочия, Конституционные полномочия парламента в части выборной системы. То есть, как проходить выбором по конституционной системе, решение принадлежит парламенту. И здесь не нужно интерпретации Конституционного суда. Вот поэтому мы хотим восстановить эту ситуацию. Конституционный суд должен давать ответы, пояснения, интерпретации там, где непонятен механизм, там, где не реализовывается какое-то конституционное положение. В случае с системой выборов здесь нечего интерпретировать. И Конституция и законодательство говорят о том, что это эксклюзивная полномочия парламента. Соответственно, мы хотим восстановить эту ситуацию. Поэтому представители наших фракций подписали соответствующее обращение в Конституционный суд. Но это не является предлогом и предметом для досрочных выборов. Я поняла, да, вы сказали об этом. Я не знаю, мне кажется, вы не будете спорить с тем утверждением, что в последнее время участились нападки на партию социалистов со стороны левых партий. Это сейчас к вам вопрос уже как к исполнительному секретарю. Вот это все-таки связано только с выборами? Либо вы еще видите какие-то причины? Ну, давайте скажем честно. То, что у определенных политических партий левого толка вдруг прорезался голос и появилась позиция, это здорово. Это значит, что социалисты все сделали правильно, что социалисты позволили партиям выйти из тени, поднять голову и решительно критиковать социалистов. Да, хотелось бы, чтобы их позиция была более ощутимой в события последних нескольких лет, в том числе и в июньские события, когда наблюдали со стороны. То есть вы полагаете, что они тогда трусливо молчали, а сейчас или как? Не знаю, это вы сказали людьми. Но я задаю вопросы. Нет, я просто сказал то, что я сказал. О том, что мы рады, что прорезался голос, что появилась возможность свободно ездить в районы, что в районах уже никто не прессует, что в районах можно проводить собрания, потому что дают залы, что в районах уже можно не бояться говорить, что сегодня можно выходить на телевидение и не бояться говорить. Это здорово. И мы это сделали. И это правильно, так должно быть. То, что они выбрали социалистов в своей цели, можем, относимся к этому с пониманием. Потому что социалистов самый высокий рейтинг. Ну, надо смотреть и другие стороны вопроса. Прежде всего, кому выгодны определенные проекты, и почему, допустим, какие-то партии не участвовали в выборах, а вдруг неожиданно появляется финансирование, а вдруг неожиданно появляются медиапроекты и медиаподдержка. Да, вот тут надо смотреть, а кто стоит за спиной и кому это выгодно в данном случае. То есть надо заниматься таким анализом. И да, видно, что некоторые политические проекты, они просто получили вдруг неожиданно медиаподдержку, финансовую поддержку, для того, чтобы пламенно 24 часа в сутки обсуждать, что сделали социалисты не так или где социалисты и президент ошиблись. Ну, окей, в конечном итоге очень многое зависит от возможности людей анализировать. И я вот еще раз хочу сказать, что людей политики приучили уже анализировать и относиться более критически к тому, что говорят и делают те или иные партии. И большинство людей понимает одну вещь, что сегодня мы находимся в таком тяжелом положении, страна, которую оставили в долгах, как в шелках, без экономики, без социальной политики, с проблемной юстицией. Люди понимают, что решения системные могут предложить только крупные силы. Ну, хорошо, проведет та или иная партия 3-4 депутата. Что у нас не будет делать? Пламенно бороться с кем? За что? Тогда можно будет... Почему? Можно торговаться, да? Зато... Ну, хорошо, тогда вы имеете в виду, что это может быть выгодно одному-другому конкретному лицу. А мы же говорим сегодня о том, что является публичным интересом. Ну вот, так как вы говорите, в публичном пространстве как раз вы даете такой посыл, что мы не боимся конкуренции. Ну, как бы боятся слабые, боятся неубедительные. А они как раз говорят просто наоборот. Они говорят, что социалисты боятся дикой конкуренции. Они привыкли, что они единственные сильные на левом фланге. И потому они вот... Ну, это их мнение, это позиция. Мы себя чувствуем довольно уверенно. У нас четкая выстроенная линия поведения. У нас крупнейшая партия в стране с хорошим рейтингом. У нас будет самый лучший результат на местных выборах, безусловно. Большое количество при мэрии и советников. У нас все хорошо в плане команды на центральном уровне. У нас президент-спикер парламента. У нас 35 депутатов. Хотя должно было быть больше, но выборы проводил Плохотнюк. У нас в этом отношении мы себя чувствуем довольно уверенно. Да, мы хотим выстроить вертикаль власти. Мы говорим о том, что в Молдове понимают ошибочную демократию. И последние 10 лет показали, что такое, когда в парламенте какой-то вот лебедь, рак и щука. Да, и мы сегодня говорим о том, что социалисты могут возродить экономику, что у нас есть проекты по инфраструктуре, по инвестициям. Мы можем создать предприятия, рабочие места, обеспечить налоговую базу, дать людям приличные пенсии, приличные зарплаты. И это позволит создать ту инфраструктуру, которая будет привлекательна для молодых людей, чтобы они не уезжали из страны. Мы сегодня говорим об инвестициях в образование и в медицину, потому что Молдова после последних 10 лет вся политика привела к тому, что дефицит медиков и педагогов. Мы готовы эти вопросы заниматься. Мы полностью знаем, как это делать. Но в конечном итоге решение принадлежит людям. Чем мы будем там играть мускулами и надувать щеки? Если люди сделали определенные выводы, то люди поддержат и на местных, и на будущих выборах, поддержат серьезную политическую силу, убедительную. Если люди хотят продолжить эксперименты, то они будут голосовать за 10, 11, 12 политических партий и за Венегрет в парламенте. Мы видели, к чему приводил Венегрет. Депутаты переходили из партии в партию, продавались, решали свои личные вопросы, трудоустраивали себя, своих детей. Они обеспечили будущее своих внуков. Серьезная партия — это возможность реализовать проекты национального уровня. Это возможность привлечь международных партнеров. У нас сегодня колоссальные возможности с Российской Федерацией, с Китаем. У блока ОКОМ колоссальные возможности с Западом. То есть мы сегодня можем решать вопросы национального уровня. Если люди решат, что нет, надоели, давайте новых, ну поиграем в очередной раз. В конечном итоге все зависит от того, что люди хотят видеть во власти. Да, мы ругаем власть. Ну а как мы голосуем? А кто приводил в парламент Плохотнюка, Филата, Гимпу? Мы предупреждали, что произойдет с депутатами Воронина. И нам говорили, что вы там что личное свое имеете. А потом мы видели 14 депутатов. Кто привел в парламент Лянко? Тоже люди. И в конечном итоге власть, она соответствует, соответствует, это проекция общества. Мы предлагаем модель. И мы считаем, что эта модель хорошая для Молдовы. И она даст лучшее будущее. Но в день выборов решение принадлежит людям. Какой результат для партии социалистов вы бы называли оптимальным? Когда бы увидели вот эти цифры, вы сказали бы, да, вот хорошо. Это сложный вопрос, Людмила. Конечно, я как член партии социалистов, команда... Вы должны радоваться, просто хороший. Я, конечно, очень хочу, чтобы мы победили в Кишиневе и обеспечили нашему городу нормальную администрацию. Я хочу видеть, что каждый день понемногу город меняется к лучшему. И я знаю, что команда Чабана, я знаю, что Чабан готов это сделать. И я знаю, что он многое может дать городу. Но опять же, я считаю, что это будет самый лучший результат в нынешней ситуации. Но решение принадлежит людям. Я вижу, каждый день общаюсь с людьми, что очень много людей разочарованных. И я каждый день вынужден объяснять. Я говорю, ну не слушайте вы, во-первых, все гадости, которые говорят. Не пропускайте через себя. Второе. Не пойдете вы на выборы. И что, получим мы второго Дарина Киртуака? И тогда просто наш город мы уже из руин не вытащим никогда. И, конечно, для меня оптимальный результат — это, чтобы мы победили в Кишиневе. Да, конечно, мы хотим добиться победы и в Бельцах, и в других крупных городах по одной простой причине. Что в каждом городе у нас будет четкий план, инвестиционная карта, международные партнеры. И там будет развитие. И в конечном итоге это выгодно партии. Потому что результаты, которые мы можем дать в Кишиневе, в Бельцах, в Унгенах, в Камрате, в других городах — это будут результаты партии. Это наше лицо. Я благодарю вас за это интервью. Надеюсь, что его посмотрят те, кто будет голосовать. И партия не разочаруется. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...